Фидель Кастро был участником всего международного туристического движения, которое тогда существовало. Это еще, говорю с вами, про 70-е годы. Он был абсолютно непреклонным участником всей этой самой структуры и системы, которая была тогда, безусловно, носителем зла, и Фидель Кастро так себя вел по отношению к собственному народу. Но напомню, что это был человек, уничтожавший религию, воинствующий атеист, уничтожавший веру, уничтожавший любые церковные учреждения, отправивший на тот свет. Точных цифр у нас, конечно, нет, но если верить тому, что я читал в Wall Street Journal, на самом деле цифры разнятся от 10 тысяч до 100 тысяч, смотря кого считать, считать ли те, кто пытался убежать, кого застрелили. Так или иначе, речь идет о террористическом режиме, по отношению к собственному народу. Хотя мы не должны быть склонны к тому, чтобы сейчас анализировать разного рода проявления нарушения прав человека в других странах. В общем-то, не наше ума это дело. Но когда мы говорим об этой всей системе подавления, об этой системе зла, которая была в этом мире чуть ли не превалирующей одно время, то, конечно же, надо признать, что Кастро был частью него. Но поскольку у Кастро есть определенный еврейский корень, для меня особенно важно отметить, что это все явление, к которому относятся и Троцкий, например, и Роза Люксембург, и Кастро, что это все одно поле ягодки, эти люди, они бесславно ушли, бесславно ушли, и их эра закончилась. Дело, за которое они боролись, оно дело, которое они проиграли. Они проиграли. А, Виктор, а вот изначально, если мы посмотрим начало пути Кастро, то есть вот все-таки был ли он романтиком, каким его рисуют, а потом превратившийся в монстра, или он изначально был таким? Очень хороший вопрос. В начале пути Кастро заигрывал с американцами, пытался получить их признание. Давайте просто вспомним это сейчас. Был ли он тогда идеалистом, возможно, что у него были какие-то идеалы изначально. Возможно, что он был искренне возмущен тем коррупционным режимом, который существовал тогда. Батист, наверняка, не был большим цадиком, он не был праведником. Но то, что учинил Кастро, было намного хуже, чем предыдущий режим, это тоже очевидно. Давайте скажем так. Кастро в начале пути, конечно же, был человеком, который искренне желал поднять какую-то волну, которую, наверное, принесет, собственно, народу благо. И он с этой, собственно, идеей обратился к Соединенным Штатам. Американцы, вместо того, чтобы взять его под свое крыло тогда, они решили, что нет, они будут восстанавливать старый режим. Ничего глупее сделать не могли, и в результате получилось то, что получилось. Но Кастро изначально не был ни социалистом, ни коммунистом. Был человек, который как раз таки стремился совершенно к другому. А потом у него не было другого выхода, он оказался уже под крылышком Хрущева и так постепенно влился в эту систему. Он был, на самом деле, человеком куда более прагматичным, чем его пытаются представить. И частью советской системы в то время он стал именно как человек, мысливший холодным расчетом, а не как не какой-то там воспаленный идеалист. Но, конечно, у него были проявления героические, человек был смелый, как и Че Гевара. Многие палачи были смелыми людьми. Мы, опять же, о чем говорим? Для нас он был враг. Более того, поскольку мы не будем отрицать его некоторые еврейские корни, для нас он враг вдвойне, потому что мы не хотим, чтобы евреи занимались тем, чем занимали всякие Кастро, Троцкий, Роза Люксембург. Вот это то, что принесло нашему народу столько вреда, боли, да не только нашему народу, но и другим людям, что от этого надо отказаться. И когда я услышал окончание Кастро, я не только подумал о том, что закончилась та непрекрасная эпоха, но и о том, что мы с вами доживем до того, как все еврейские либералы, банкиры, в том числе, которые мыслят понятиями глобализма, что они тоже покинут эту планету. Евреи — это те, кто священники, интеллектуалы, и те, кто принесут народу весть из Сиона. Как сказано, Из Сиона изойдет учение, и слово Господне из Иерусалима евреи будут носителем этого. А все остальное — это некие, может быть, живые ветки, которые здесь к этому будут прикреплены на земле Израиля. Но все остальные измы, будь то революционный изм, будь то либеральный изм, они все сгинут. Это вот те самые идолы, которые на наших глазах издыхают. Поэтому лично мы, конечно, должны хранить какое-то правило приличного тона по отношению к усопшему Кастро. Но о его идеях ничего хорошего мы сказать не сможем никак.